Брррр, что-то холодно уже в Киеве. Пора на юг. Добрый день всем, кто любит вино и всем, кто хочет полюбить вино. Меня зовут Алексей Дмитриев, и я решил посвятить вино всю свою жизнь. И следующие пять минуток, или может даже больше, я посвящаю вино с юга Франции, из региона Лангидокусильон, которая называется Казань де Рок. 2002 года, и субрегиончик, это лосьончик Минервуа. Это западная часть Лангидока, есть еще восточная, ближе к Марселю, это западная. Минервуа, второй год, и всего лишь 170 гривен. Честно, был удивлен, когда увидел эту цену. Мне кажется, Лангидок, это одно из немногих мест во Франции, где можно найти много вин в соотношении цена-качество. Мы это пытаемся сделать очень часто, да, не хочется переплачивать за непонятные дорогие вина Бордо или Бургундии. Дали Нароны в этом отношении поинтереснее будет. А Лангидокусильон вообще супер. Тут, на самом деле, производится много таких вот очень простых и столовых вин, да. Можно сказать, такая родина столовых вин. А также, интересно сказать, что тут практически доминирует красный, 94%, да, 94-96, говорят. Интересно, что виноградники сами по себе тоже одни из самых старых во Франции. Говорят, что их еще привезли греческие колонисты 2500 лет тому назад. То есть, условия хорошие, много солнца, стабильный довольно урожай. Давайте пробовать. Я понимаю, что сейчас у нас уже дело близится к зиме. Леша Дмитриев не просто зажег свечи, чтобы погреть свои руки, что не мешало бы, кстати. Мы сегодня будем декантировать вино в который раз прямо перед вами. Это еще раз говорю всем снобам, ребята. Это не декантация в ресторане и на конкурсе сомелье. Это просто в домашних условиях. Если у вас нету корзины, да. Если у вас есть бутылка, но вы хотите, чтобы оно подышало как-то и, может быть, отделить осадок, да. То есть, желательно, конечно, чтобы оно лежало у вас в корзине, да. Чтобы осадочек был там на стеночках. Но, если такого нету, то если вы пришли домой, вы купили сегодня, или, там, вчера вино, оно постояло. Остадок тоже осядет, да. То есть, тоже будет нормально. Посмотрим, есть у нас или нет. Наливаем немножечко бокальчик. Нюхаем наше вино. Смотрим, какой у нас аромат и букетик. Такое немутное, нормальное, хорошенькое, приятное. Даже в цвете можно сразу сказать, что оно будет действительно видно ему 9 лет. Ну, по выдержке, то есть, видно, что там есть немножко кирпичных таких оранжевых оттенков, но не слишком много. Вина на основе кариньяна, сера, сенцо и гренаша. Очень таких мощных, насыщенных сортов винограда. Все нормально, я не сказал, чтобы оно подуставшее. Понюхали и переливаем. Переливаем наш декантер. Немножко его вот так вот ополаскиваем. Аэрируем наше вино. Даем ему раскрыться. Переливаем обратно и сразу понюхаем. Какой у нас результат, раскрылось вино или нет. Очень интересно. Сто процентов, о-о-о-о, там такие нюансы, вы сейчас просто будете удивлены. И потом вы переливаете. Переливайте над свечечкой. Смотрите, когда начнется у нас, если осадок будет, окей, мы остановим декантацию. Останется в бутылочке 50-30 грамм. Интересно, что к данному вину приложил руки известный гаражист из Бордо, Жан-Люк Тюнера. Я дегустировал его Bad Boy. Можете посмотреть одни из предыдущих эпизодиков. Осадка здесь очень много. Реально много. Я постараюсь снять отдельно крупным планом Макро, над свечечкой, чтобы вы увидели. Опа. Даже бутылка заснулась, так было увлечено. Ну да, немало. Немало. Ничего себе. Хватает. Правильно все сделали. Отделили осадочек. Пусть вино подышит. Минут 5-10. И мы с вами продолжим. Вы даже не представляете, какое удовольствие я получал за последние 10 минут. Аромат действительно меняется. И угадываются такие клевые нотки. Не знаю. Я их обожаю. В моем наборе 54 аромата присутствуют нюансы кожи. Да. Нюансы... Кстати, там нету этого нюанса. Земли. Такое ощущение, что пыльная земля. Очень люблю его в выдержанных винах. Очень клево. Как будто бы теруар. Как будто бы сейчас на юге Франции. Приложился, знаешь, щекой к этой земле, по которой только что пробежали там какие-то лошадки с повозкой. Очень клево. Потом чувствуется осенние нюансы. Это мокрая листва. То есть вот такого, да. И может быть, немножко даже бальзамика в аромате, да. Из-за выдержки. Может быть, немного кедра. И хочется его крутить и наслаждаться. И думаю, вот идеальное осенне-зимнее вино. Даже больше не зимнее. Может быть, осеннее. Вот сейчас. Свечечка. Погрели руки. Наслаждаемся вином. Не спешим. 14 объемных единиц алкоголя. Нелегкое. Такое насыщенное. Но в аромате супер приятное и интересное. Очень рад. Давайте попробуем. Какое удивление. Вину 9 лет. Оно еще чувствуется огромный потенциал. Минимум, мне кажется, 10 лет. Можно еще удерживать его. Пробка была в шикарном состоянии. То есть все отлично было. Чувствуются приятные танины. Послевкусие. Слегка-слегка вот кедровое. Такое древесное. Но очень хорошее. Темные-темные вишневые оттенки. Совсем немного специй. Может быть какого-то там тимьяна. Такого послевкусия ощущается. Клево. Действительно мощное вино. Такое мужское. Большое. Как некоторые говорят, да, сомелье. И хочется рекомендовать его. Вот я почитал перед дегустацией о местной еде. Именно Лангидока. И там очень популярное блюдо, которое называется косуле. Косуле. Это мясо, тушеное с фасолью. Такие порции утки и гуся. Которые тушатся с большой крупной белой фасолью. И с виными тулузскими колбасками. Вау. Если бы Нина приготовила мне это блюдо. Сегодня или завтра. С этим вином. Я бы так кайфанул. Действительно. Очень часто, когда мы ищем совмещение. Вот вино и еда. Обращайте внимание на вино определенного региона. И еду, которая там очень популярна. Которую там любят. Это будет всегда практически идеальный вариант. Потому что люди на месте. Поверьте, они уж точно знают. С чем данные вина лучше всего сочетать. Там еще популярны устрицы конечно. Вряд ли с этим вином. Это что-то беленькое, легкое. Но для этого насыщенные мясные. Было бы просто шикарно. От меня. Не знаю. Мне вино очень понравилось. Мне кажется вот одной дегустацией. Вот в течение там 10-15 минут. Ты полностью его не поймешь. Откровенно оставлю его еще на вечер. И когда многие задают вопрос. Что же происходит с вином после дегустации. Мне кажется один из тех вариантов. Когда оно не пропадет у нас дома. Я ему дам 88 баллов. Очень понравилось. Особенно цена-качество. 170 гривен еще раз. Интересный региончик. Юг Франции. Обращайте на него внимание. Я знаю что вы просили что я продегустировал вино из Корбьера. Корбьер это тоже апелласьончик из западного Лангедока. С радостью это сделаю в ноябре. От себя хочу пожелать дегустировать разные вина. Делиться своими впечатлениями с друзьями. И конечно же вопрос. Что вам нашептало эта осень? Если вы до сих пор не поставили зимнюю резину. На этих выходных самое идеальное время. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok